Добрый вечер! Вы смотрите программу событий. Сегодня в выпуске. Статистика заболеваемости туберкулезом в Речевском районе неутешительна. Информационную группу возглавил депутат Палаты представителя Национального собрания Белоруссии. Спецтранспорту на дороге всегда зеленый свет. А теперь найти темы подробнее. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Но в Речевском районе об этом серьезном заболевании вспоминают не только раз в год в этот день. Ситуация с туберкулезом неблагополучна. За прошедший год в районе зарегистрировано 84 случая заболевания на 100 тысяч населения. Это выше областного и республиканского показателей. На диспансерном учете сегодня состоит около 500 речичан. Почти половина из них с активной формой туберкулеза. В основном это люди трудоспособного возраста. В прошлом году открытую форму обнаружили и у подростка. Детей среди заболевших, к счастью, нет. Все дело в профилактике, говорят врачи. Она начинается уже в роддоме. Мы ставим реакцию МОТУ и выявляем детей, которых надо вакцинировать. То есть мы вакцинацию проводим 4 дня, в 7 лет и в 14 лет. То есть у детей, у которых отсутствует иммунитет, отрицательная реакция МОТУ, мы в 7 лет повторяем. В БЦЖ и в 14 тоже им повторяем. Но успокаиваться не стоит. Инфицированность взрослого населения на сегодня не ниже 70%. В старшем возрасте этот показатель еще выше, доходит до 90%. То есть контакт детей с инфекцией неизбежен. Об этом говорит возрастающее количество туб-виражей. Это отмечают врачи. Основное у детей и подростков – это туберкулинодиагностика, способствует выявлению туберкулеза. Поэтому обратите внимание на то, что если направляют медработники туб-диспансер к нам на обследование, то надо приходить вовремя. А не через полгода, не через два месяца, а своевременно. Здоровье детей врачам удается контролировать в роддоме, детском саду и школе. Здоровье взрослого человека в его собственных руках. Но уберечь себя от болезней могут не все. В июле прошлого года при противотуберкулезном диспансере открыт санпропускник для тех, кто не имеет постоянного места жительства и следить за собой не в состоянии. И поверьте, он не пустует. За второе полугодие 2007-го здесь побывало 45 человек. В санпропускнике не только моют, переодевают и стригут. Здесь обследуют на кожное заболевание, педикулез, туберкулез. В этом году уже обследовали 11 человек. У одного из них открытая форма туберкулеза. Конечно, они являются распространителями инфекции. Это лица, которых надо обязательно обследовать и изолировать. Есть вообще предложение такое, чтобы создать пункт питания для них, для лиц, которых малоимущих, бомжей. И все-таки, как в Латвии, там есть суповые кухни. То есть они все приходят в определенное время, в определенное место, им там со своей посудой наливают этот суп. И благодаря этому можно их контролировать. Там же можно их обследовать ежегодно, рентген, и выявлять, кто заразился, значит, того вложить в больницу, лечить, изолировать. Пока в районе нет ночережки и кухни для бездомных, медики совместно с Красным Крестом и сотрудниками отдела внутренних дел проводят операцию «Бомж». Милиция доставляет бездомных санпропускник, а медицинские работники делают все, чтобы они не разносили инфекцию. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Куцко – частый гость в трудовых коллективах. На сей раз депутат вместе с информационной группой встретился с работниками предприятия «Речи Цапива». Порядок и дисциплина – основа обеспечения безопасности, охраны труда и эффективности социально-экономического развития страны – тема выступления народного избранника. Николай Куцко отметил, что директива номер один о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины была принята не случайно. Ежегодно в мирное время на территории Республики гибнет около 5000 человек. Трагедия происходит в семьях, на пожарах, на производстве. В дорожно-транспортных происшествиях полторы тысячи граждан Республики Беларусь сегодня гибнет. И сегодня органами внутренних дел, ГАИ, принята программа «Минус 100». То есть это, значит, каждый год мы должны уменьшить хотя бы на 100 человек, погибших меньше. В то же время, сегодня, что делается у нас в Речице? Только за два месяца. В Речице и Речицком районе совершено 16 дорожно-транспортных происшествий. И уже в этом году мы похоронили 10 человек. Николай Куцко не обошел тему социально-экономического развития страны. Отметив, что в Республике достигнут положительный баланс, депутат обратил внимание, по его словам, на единственный недостаток. Инфляция, которая практически выросла до 12%. Как сказал президент и премьер правительству, это нас не украшает в том, что мы даже не извинились перед своими людьми, как сказал премьер, выступая на правительстве. Мы не извинились перед своими людьми за то, что мы инфляцию, которую обещали 6-7%, в результате погоды мы получили 12%. Итоги двух минувших месяцев показали, что практически все прогнозные показатели выполняются. Государство взяло на себя серьезные обязательства. В 2008 году поставлена задача прирастить валовый внутренний продукт на 11%. Без таких мер нельзя стать богаче, подчеркнул депутат. Большая задача ставится перед инвестициями до 123%. Это говорит о том, что на предприятиях будут внедряться новые технологии, соответственно, производятся новые товары. За прошедшую неделю районным отделом внутренних дел зарегистрировано 44 преступления. В большинстве своем это кражи государственного и личного имущества. Совершен и ряд преступлений против личности. Более половины всех зарегистрированных преступлений раскрыты по горячим следам, благодаря в том числе бдительности граждан. Подробнее об этом нам сегодня расскажет начальник отдела дознания Александр Цибулькин. Добрый вечер, Александр Иванович. Что это были за преступления? В прошлой неделе характеризовалось тем, что произошел резкий рост краж личного имущества. Кроме того, были зарегистрированы и иные преступления, совершенные против личности. Наиболее значимым преступлением было зарегистрировано убийство гражданки, проживающей на улице Кратикова. Если вкратце, то ситуация выглядела следующим образом. Проживая совместно, оба запотреблялись спиртными напитками. Когда он вернулся домой и не обнаружив некоторых продуктов питания, и заметил при этом спящую в состоянии алкогольного опьянения свою подругу, так сказать, он не выдержал и стал наносить ей удары различными бытовыми предметами. А уже после этого взял нож, нанес несколько ударов в область груди, шеи, от которых она скончалась на месте. А уже через двое суток, решив избавиться от трупа, попытался его вывезти, и, что и сделал в последующем, сбросил в колодец. Однако, благодаря бдительности граждан в родоречестве, данное преступление было раскрыто. Также были совершены ряды других преступлений против личности. Это такие преступления, как истязание, угроза убийства, вымогательство. Скажите, что объединяет большинство этих преступлений? Большинство этих преступлений объединяет бытовое пьянство. Именно в этом состоянии граждане перестают отдавать отчетственным действиям, руководительственными поступками. И в конечном итоге расплачиваться приходится не только им, но и близким, знакомым, родственникам. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был начальник отдела дознания РОВД Александр Цибулькин. На территории Гомельской области проходит операция «Уступи дорогу спецтранспорту». За обстановкой на дороге наша съемочная группа наблюдала из кабины машины скорой помощи. Смигалка видите, да? Смигалка. Сирену сейчас вот будем включать. Виктор Иванович Халюков водителем скорой помощи работает более двух десятков лет. Он говорит, что с поведением водителей можно мириться. Куда сложнее дело обстоит с пешеходами. Виктор Иванович, кто более дисциплинированный? Водители или пешеходы? Ну, большинство водители. А пешеходы, бывает, они не вступают сами. Летят, перебегают дорогу. Приходится останавливаться, тормозить за их. Согласно правилам дорожного движения, при появлении на дороге спецтранспорта с включенными световыми и звуковыми приборами, впереди идущие машины должны снизить скорость и занять крайне правое положение. Это не нововведение. Но, как показал рейд, на дороге немало участников движения, которые к этому жизненно важному пункту относятся пренебрежительно. Вот мы за вами ехали определенное количество времени. Вы на этом участке узком дороге даже никакой реакции не производили. А начали... Уже когда мы вплотную, машина подъехала к вам, мы только тогда начали реагировать немного. Как вы считаете, это правильно? Неправильно наручить. Больше не получается. Проверка показала, что, в принципе, водители нашего города уступают дорогу, хотя есть отдельные недостатки. Отдельные водители не так быстро реагируют, как этого требует правило дорожного движения. Согласно правил дорожного движения, за нарушение данного вида пункта 26 правил, который гласит о том, что водитель обязан уступить дорогу специальному транспорту с работающими маячками и звуковой сигнализацией, предусмотрен штраф до 10 базовых величин, либо лишение водительского удостоверения на один год. В беседе с инспектором ГАИ практически все водители каялись и тут же себе в оправдание поясняли, что у водителя скорой была возможность обгона. Но всегда ли есть у него возможность лавировать между автомобилями на дороге, когда жизнь или смерть зависят даже от секунд? На сегодня это вся информация. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До завтра. Прогноз погоды ближайшие двое суток ожидается. 25 марта. Облачно. Ночью и временами дождь. Утром и днем на большей части территории сильные осадки. Дождь, переходящий мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на западные 4,9 метра в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха в течение суток от 1 до 6. Градусов тепла местами плюс 9. 26 марта. Ожидается облачно с прояснениями ночью и временами. Снег. Местами метель. Днем. Местами кратковременный снег. На дороге гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 15-18. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7. Днем от минус 1 до плюс 4.